Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Я сегодня хочу вам показать свой макияж тенями от Avon. Это новинка теней от Avon. Я заказывала для себя оттенки в серых тонах, которые называются Smoky. Вот такой вот оттенок я для себя заказала. И это девятый каталог. Да, это, по-моему, новинки девятого каталога. И артикул 714-37. Мне по внешнему виду эти тени очень понравились. Особенно вживую. Вживую они смотрятся еще красивее. Я их еще не тестировала. Даже не делала свочи. Я просто терпела. Как обычно, тени приходят вот в такой вот коробочке. Это серия Mark. Вот таким образом выглядят эти тени. Посмотрите, какие же они красивые. Они абсолютно новенькие. Как вы можете заметить, я кое-как поборола себя и не трогала их. Потому что сейчас при вас я хочу нанести, даже еще не знаю, какой макияж. И попутно буду говорить свои впечатления. Как же тени наносятся. Кстати, я уже смотрела некоторые отзывы девочек. Мне, кстати, понравился вот этот спонжик черно-белый. Очень мило смотрится. Я сегодня этим спонжем не буду пользоваться. Я, в принципе, никогда такими спонжами не пользуюсь. Но только в крайних случаях. И даже не знаю, какой же макияж мне сегодня сделать. И сегодня еще покажу новинку от Фаберлик. Тоже в действии. Конечно же, кому интересно, то продолжайте смотреть. Я вот смотрю на эту палетку. И не знаю, с чего начать. Я, наверное, сначала возьму вот такую плоскую кисть. И наберу, какой же оттенок наберу. Кстати, прежде чем наносить эти тени, я уже подготовила свои веки. Я, наверное, нанесу вот этот серебристый, очень красивый серебристый оттенок на подвижное веко. Сейчас я попробую нанести. И вам, конечно же, скажу, как же они наносятся. Вы, надеюсь, все увидите сами. Наносятся очень классно. Хорошо наносятся тени. Вы, наверное, видите, да? Красивый такой благородный серо-сатиновый оттенок. Можно сказать даже, что он ближе к шиммерному. Но блестки здесь очень мелкие. Очень мелкие блестки. И смотрятся очень красиво. Мне нравится. Итак, я серебристый оттенок нанесла. Мне понравился оттенок. Он очень благородно смотрится на глазках. Вот этот серый оттенок нанесу на складочку. Хорошенько растушую, наверное. И сейчас посмотрим, что у меня получится. Возьму, наверное, вот такую вот пушистенькую кисть. Она, можно сказать, наверное, как бочонок. И наберу этот серый, абсолютно матовый оттенок. Набирается хорошо. Кстати, тени очень даже мягкие. Так, этот оттенок пигментирован средне довольно-таки. Но наносится неплохо. И уже видно, да, затемнение. Нанесу этот оттенок побольше. С такими вот вбивающими движениями. Потому что он не сильно пигментирован. Но, по-моему, растушевывается неплохо. Смотрите, нормально, да? Очень красиво, мне кажется, смотрится. И вы знаете, что? Я забыла нанести светлый оттенок. Вот этот белый оттенок. Жемчужный оттенок. Очень красивый. Но я боюсь, что он под бровью будет выглядеть очень даже чересчур. Сейчас посмотрю. Вот такой белый оттенок перламутровый. Да, в нем очень много перламутра. Я, наверное, не буду наносить его под бровь. Я, наверное, лучше под бровь нанесу вот из этой палетки от Фаберлик. Вот такой оттенок шампанского. Он, наверное, лучше подойдет. Потому что тот белый оттенок, он прям вырви глаз. Итак, сейчас я нанесу под бровь этот оттенок шампанского. Это, кстати, палетка от Фаберлик для бровей. Очень она мне нравится. Я, кстати, этой палеточкой могу даже делать просто дневной макияж. Как я крашусь, это абсолютно неправильно. Потому что, по-моему, под бровь наносят в самую первую очередь. Поэтому я никогда не говорю, что это урок макияжа. Я крашусь так, как мне удобно. Для меня главный результат, потому что я не училась на визажиста. Давайте на другой глазик тоже этот оттенок шампанского нанесу, пока я вспомнила. Наношу оттенок, знаете, такими похлопывающими движениями. И одновременно стараюсь его растушевать. Потому что другого оттенка для растушевки я здесь не вижу. Придется как-то, наверное, ухищриться, да. В принципе, у меня есть из другой палетки такой светло-серый оттенок. Если что, мы им воспользуемся для растушевки. Ну, в принципе, вот этот оттенок серенький, да, матовый, он хорошо растушевывается. Мне понравился этот оттенок. Я сейчас делаю такой классический макияж. Ничего нового не придумываю. Но вот с этой палеткой можно сделать обалденный вечерний макияж. Я на нижний век вот этот серый оттенок тоже нанесу. Матовый серый оттенок я наношу прямо на нижний век, практически до внутреннего уголка глаза. Вот примерно вот таким образом должно у вас получиться. По крайней мере, у меня получилось так. Я вот по ходу действия смотрю, когда делаю макияж, да. Например, нужно серебристый оттенок добавить или что-нибудь растушевать. Я все время в действии, когда я делаю макияж. У меня нет таких вот жестких критерий, что нужно сначала это нанести, потом нужно это нанести. Поэтому я делаю так, как мне удобно. Итак, я, наверное, возьму ту же кисть карандаш. Буду набирать вот этот черный оттенок. Он очень красивый. Надеюсь, вот эти блестки не будут осыпаться. И надеюсь, эти блестки не только наверху этих теней, но и внутри тоже. Буду наносить этот черный оттенок на внешний уголок. И ближе к росту ресниц. Очень близко к росту ресниц буду наносить, чтобы ресницы казались более густыми. Мне нужно пощупать этот оттенок, чтобы понять. Этот оттенок, конечно же, очень красивый, но не сильно пигментированный. В принципе, я так и думала. И когда даже наносишь пальчиком на руку эти тени, остаются вот эти блестки. Да, это не темный, не угольный оттенок. Получается, что он такой светленький с блестками. И блестки немного осыпаются. Думаю, что если захочется сделать такой черный смойки, именно вот этим оттенком, да, нужно этот оттенок накладывать на какую-нибудь подложку. Например, на черный карандаш. Блестки осыпались, и они прямо вот вокруг меня летают. Конечно, да, не совсем удачная текстура теней получается, но смотрится на глазках неплохо. Сейчас я стряхну все, что осыпалось. Стряхивается, кстати, нормально. Я сейчас вот этот белый оттенок, очень красивый оттенок, он жемчужный, сатиновый оттенок. Я нанесу на внутренний уголочек глазика, и практически макияж будет готов. Во всяком случае, с тенями мы закончим. Вот примерно вот так вот получается. Кстати, белый оттенок очень классный. Хорошо растушевывается, и этот оттенок прям делает взгляд таким открытым. Мне в этой палетке, значит, понравились вот эти серые тени, белый оттенок понравился, и вот этот матовый оттенок очень красивый, и хорошо наносится. Вот что у меня сейчас получилось, но это только середина макияжа. Сейчас я буду все растушевывать, если что, добавлю какой-нибудь оттенок, если сильно смахну его, да. Вот и все, я закончила свой макияж глаз тенями от Avon. Я еще на слизистую нанесла вот такой карандаш от Faberlic в черном оттенке. Это матовый черный карандаш. Это, по-моему, из старой серии Secret Story, артикул 5547. Воспользовалась своей тушью своей любимицы. Это вот такая тушь, тоже, кстати, от Faberlic, называется Push Up. Артикул у нее 5471. Я уже одну старую тушь отправила в пустые баночки и начала сегодня новую тушь. У меня сегодня такого объема не получилось, потому что новая тушь, она и есть новая тушь, да. Сейчас хочу высказать вам свое первое мнение об этой палетке. Палетка, в принципе, стоит своих денег, потому что она очень бюджетно стоит и очень красивые оттенки. Вот из этой палетки мне три оттенка понравились. Вот этот черный, конечно, он выглядит красиво только вот в этой упаковочке. А так он полупрозрачный, с блестками, и эти блестки осыпаются. Но они, как я вижу, не остаются на лице, можно будет смахнуть. Так что ничего страшного в этом не вижу, но это не черный оттенок. Это полупрозрачный такой серый оттенок. В принципе, я довольна этой палеткой. Она же не стоит 3000, да, она, по-моему, 300 рублей стоит. Именно у меня оттеночки очень красивые. Я не буду говорить про другие оттенки, но вот эта вот серая гамма, мне кажется, она очень удачная. И особенно матовый серый оттенок, он обалденный. Итак, что же нам осталось нанести? Нам осталось нанести вот такую губную помаду. Это моя новиночка. Я ее заказала из 10 каталога. Только серия матовых помад. Я смотрю, что здесь она практически, да, она практически без блесток. Но у меня есть такие помады, в которых содержатся такие золотистые блестки. Тоже очень красиво смотрится. Эту помаду я тоже еще не наносила. Как вы видите, она новенькая. Сегодня, кстати, только заказ получила, поэтому... Итак, у меня артикул 46-44. Помада называется «Стойки поцелуй». Я, наверное, нанесу эту помаду без карандаша, чтобы было видно, какой оттенок и как она ложится на губы. Когда наносишь эту помаду, такое ощущение, как будто бы вы вот маслом проводите по губам. Но со временем, через некоторое время, через минутку, наверное, эта помада застывает и становится очень стойкой. Она на губах держится очень долго. Поэтому я обожаю вот эту серию помад стойких от Фаберлик. И пахнет, кстати, какой-то ванилькой. Очень красивый оттенок. Вы знаете, прошло, наверное, уже полминуты, пока я тут вывожу контур. И она начинает застывать. В этой губной помаде есть очень мелкие серебристые блесточки, но их практически не видно. Сейчас эта помада на губах застынет и станет абсолютно матовой. Если у вас есть проблемы с губами, да, если они у вас сухие, шелушатся, то, наверное, вот эту серию я вам не посоветую, потому что она все-таки имеет тенденцию немного подсушивать губы. В принципе, как и все, да, матовые помады. Но посмотрите, как она выглядит. Просто потрясающе. Очень классный оттенок. Я даже не знаю, почему я ее раньше не заказывала. У меня есть несколько таких помад из этой серии. И я их просто обожаю. Но вот эта помада, наверное, самая красивая. Еще раз повторю артикул. Не помню, как называется. Если хотите узнать, как называется, пройдите, пожалуйста, на видео, где я показываю этот заказ от Фаберлик из 10-го каталога. Так, губная помада Стойкий Поцелуй, артикул 4644. Вот и все, мои дорогие. Я сегодня показала все, что вам хотела. Обязательно пишите мне ваше мнение, ваши комментарии. Я очень люблю читать ваши комментарии. Спасибо большое, что вы досмотрели мое видео до конца. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok